Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу события в студии Светланы Кудрявцевой. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Итак, коротко о некоторых из них. Воспоминания о Куйбышевой эпохе оттепели. В музее Алабина открылась выставка картин «Эхо Большая Волга». В Самаре завершается летняя серия литературно-музыкальных концертов патриотического проекта «Едем на Донбасс». Парламентарии и Городской думы выступали в качестве спикеров и артистов. Гуманитарный груз отправляется из Самарской в Курскую область несколько раз в неделю. Помощь для пострадавших жителей передают бизнесмены, добровольческие организации и общественные объединения. Активисты отправляют в Курскую область воду и продукты, средства гигиены и медикаменты, бытовую технику и генераторы для пунктов временного размещения, а также средства радиоэлектронной борьбы для машин скорой помощи. Глава региона Вячеслав Федорищев подчеркнул, что находится на связи с в Рио губернатора Курской области. Почтили память героев Курской битвы. 23 августа 1943 года советские войска разгромили противника в самом мощном за всю историю танковом сражении. Битва на Курской дуге изменила ход Великой Отечественной войны. В годовщину той победы в Самаре прошла церемония возложения цветов к вечному огню у горельефа, скорбящей матери Родины, на площади Славы. Участие в церемонии приняли глава города Елена Лапушкина, представители областного правительства, депутаты, члены общественных и ветеранских организаций, активисты. Подробности расскажем далее. Вдова-герой Великой Отечественной войны, участника Курской битвы Константина Стычкова Таисия пришла на площадь Славы, чтобы почтить память своего мужа. Делится. Он много рассказывал о событиях тех дней. Историями боевых подвигов делился с подрастающим поколением. Всю эту Курскую битву, он помнит, 5 июля был дан первый салют освобождения Орла и Белгорода. Они ликовали, они были рады, что в честь их был салют. Первый раз за войну. И потом уже, после этого времени, каждый освобожденный город салютовал. Он рассказывал, что это была очень страшная победа. Все гремело. Во-первых, и сверху самолеты бомбили, танки шли, особенно на Прохоровском поле. Курская битва стала одним из ключевых сражений в ходе Великой Отечественной войны. Она длилась 50 дней. Главным символом Курской битвы стало самое крупное в истории войны танковое сражение под Прохоровкой. 23 августа советским войскам удалось отбросить захватчика на запад. Оборонительная тактика, которой придерживались советские командиры до той поры, сменилась наступлением. А этот день в современной России стал днем воинской славы. Почтить память героев Курской битвы у Вечного огня на площади славы в Самаре собрались представители общественных и ветеранских организаций, активисты молодежных движений. На сегодняшнем мероприятии будут присутствовать не только ветераны, но и будут присутствовать молодежь с учебных заведений. Важно для них, чтобы они помнили ту дату. И вот сейчас, соединяя все это в памяти, в представлении с настоящим, делали правильные выводы и повторили, наверное, те подвиги, которые совершали в годы Великой Отечественной войны уже новые люди, которые сейчас придут в нашу вооруженную силу на защиту нашего Отечества. Это история. Историю нужно помнить, потому что история – это то время, которое как раз-таки нанесет те времена, в которых выросли наши предки, те времена, в которых были наши дедушки, бабушки, вот то военное время, в которое они пережили. И наши молодые поколения об этом всегда должны помнить. И люди, которые сегодня у нас живут в России, никогда больше не должны этого допустить. Участие в торжественной церемонии в изложении цветов приняли глава Самары Елена Лапушкина, председатель городской думы Алексей Дегтев, депутаты и представители областных законодательных и исполнительных органов власти. Церемония завершилась минутой молчания. Галина Топелина, Константин Головин. События. Более ста военнослужащих соединений специального назначения Центрального военного округа выполнили прыжки с парашютом на военном полигоне в Самарской области. Прыжки совершали военнослужащие, недавно заключившие контракт с Минобороны России и новобранцы весеннего призыва. Перед прыжками военнослужащие прошли теоретическую и практическую подготовку, изучив устройство и укладку парашютной системы, технику совершения прыжка и меры безопасности. Десантирование осуществлялось с транспортно-боевого вертолета Ми-8. Лично состав действовал уверенно, грамотно. Парашюты используются Д-10, Д-6. Также у нас совершают прыжки группы специальной парашютной подготовки, которые прыгают с Арбалетом-2. Парашютные системы Д-10 и Арбалет-2 позволяют корректировать полеты и приземляться в заданную точку. Занятия по парашютной десантной подготовке прошли в соответствии с программой боевой подготовки и выполнялись на специально оборудованной площадке аэродрома «Приморский» под Самарой. В Самарской области продолжают расширять запреты для трудовых мигрантов. Глава региона подписал документ, где фигурирует полный список видов деятельности, запретных для иностранных граждан. Среди прочих и торговля. Гостям региона сообщили, что они не могут продавать продукты питания, напитки, табачную продукцию, текстиль, одежду, обувь и прочие товары в нестационарных торговых объектах и на рынках. Всего в перечне более 50 видов деятельности. Это и выпечка хлеба, и производство детского питания, и работа в аптеках. Чтобы все хозяйствующие субъекты успели навести у себя порядок в кадровой политике, дается три месяца. Самарские судебные приставы отдали на утилизацию больше 2000 литров алкоголя. Его изъяли у предпринимателей, торгующих без лицензии на продажу спиртных напитков. В общей сложности на исполнении находилось 60 производств в отношении индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществлявших реализацию алкогольной продукции без документов. Всех их привлекли к административной ответственности. Глава Самары Елена Лапушкина провела прием граждан по обращениям, которые поступали в том числе через социальные сети, а также через приемные в Рио губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева. На встрече обсуждали вопросы переселения из аварийного жилья и устройства тротуаров. Подробности в нашем сюжете. Сделать тротуар по улице 6-й радиальной. С такой просьбой обратился к главе города Елене Лапушкиной, житель Октябрьского района. Мужчина отмечает, что по этой дороге, которая соединяет Новосадовую и Московское шоссе, часто ходят родители с детьми в школу и детский сад, а потому наличие тротуара сделало бы дорогу безопаснее. Глава Самары пояснила, что в этом году запланирован ремонт пешеходной дорожки от Московского шоссе до улицы Кольцевой, которая прилегает к дошкольному учреждению. В ближайшее время оставшийся участок 6-й радиальной обследуют, чтобы понять, есть ли техническая возможность обустроить тротуар в сторону Новосадовой. У нас в этом году на вашу радиальную есть определенный метраж. Мы его запланировали сделать тротуар к детскому саду. Еще одно обращение поступило от жителей поселка Мехзавод. Их дом по адресу 10-й квартал, 9, в 21-м году признали аварийным. А недавно случилась трагедия. В доме произошел пожар. Проводка, внутренние коммуникации и фасад оказались сильно повреждены. Жители просят содействия в вопросе расселения дома. Так как дом признан аварийным после 2017 года, то он попадает в следующий этап программы по расселению аварийных домов, которая стартует в 2025 году. В первую очередь будут переселять из тех домов, которые попали в чрезвычайную ситуацию, как и дом номер 9 в 10-м квартале Мехзавода. А пока жителям предложили воспользоваться маневренным фондом. В маневренный фонд переселяются люди, у которых случилась вот такая история, либо люди, которые проживают в аварийном фонде, и в этом фонде дальше жить нельзя, а квартиру еще не закупили. Они также, как и вы, находятся вне рамок программы существующей. Вот эти квартиры мы предоставляем именно для этих случаев. Профильные службы будут контролировать ситуацию до полного решения вопроса. В Самаре на улице Георгия Димитрова укладывают новый асфальт в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Согласно муниципальному контракту, подрядчику необходимо завершить ремонт дороги и тротуаров до конца лета. Сейчас готовность объекта составляет около 75%. Как проходят работы, расскажет Елизавета Прокопенкова. В Самаре продолжают обновлять улицу Георгия Димитрова на средства НАСПроекта «Безопасные и качественные дороги». Там приступили к укладке высокопрочного асфальта бетона. Также в списке обязательных работ – организация пешеходных переходов, установка новых бордюрных бортов и антивандальных люков-колодцев на всем протяжении улицы, обустройство тротуаров. Так специалисты трудились в границах улиц Молодежной и Демократической. Длина этого участка – 800 метров. Новое дорожное полотно уложили по всей ширине проезжей части. Для удобства автомобилистов работы ведутся ночью. Дорогу полностью не перекрывают. Для движения транспорта рабочие всегда оставляют открытой одну полосу. У нас установлены знаки. Водители сразу непосредственно видят, что проходят дорожные работы и стараются объезжать. То есть таких моментов у нас нет, что машина как-либо могла помешать нам. Асфальт укладывают толщиной в 5 сантиметров. Гарантийный срок на новое покрытие – 5 лет. Если будут какие-то замечания во время эксплуатации данного объекта, подрядная организация будет их устранять за свой счет. Поэтому, я думаю, дорога будет долго у нас находиться в нормативном состоянии. Согласно муниципальному контракту, подрядчик должен завершить работы до конца августа. Сейчас общая готовность объекта составляет около 75%. Елизавета Прокопенкова, Григорий Плешаков. События. На 8-м километре автодороги Димитровград-Узюково-Тольятти в четверг вечером столкнулись две иномарки. За рулем одной из них в момент ДТП находился несовершеннолетний. Полицейские установили, что 58-летний мужчина, управляя КИА, совершил выезд на встречку, где столкнулся лоб в лоб с автомобилем «Шкода». Машиной управлял 13-летний мальчик. Отец сидел на пассажирском кресле. Всем участникам ДТП потребовалась помощь медиков. Госавтоинспекция призывает родителей, не допуская детей к управлению транспортными средствами и напоминает, что передача руля несовершеннолетнему, заведомо не имеющего права управления, наказывается штрафом в размере 30 тысяч рублей. Выявляют опасных водителей. В Самаре прошел рейд ГИБДД. Искали транспортные средства, не зарегистрированные после продажи. Некоторые водители пренебрегают правилами дорожного движения, поскольку штраф с камер не приходит ни старым, ни новым владельцам. Это создает аварийные ситуации на дорогах. Сколько нарушителей обнаружили, узнали наши корреспонденты. Этот прибор называют «Гарпун», но больше подошло бы название «Всевидящее оком», потому что от его взгляда скрыться невероятно тяжело. В этот раз сотрудники ГАИ настроили его на выявление автомобилей, снятых с учета. Одним из них управлял Илья Петров. После покупки машины не успел ее поставить на учет, поскольку ремонтировал, но уже записался на госуслугах, чтобы оформить все документы. Теперь сможет использовать авто только со дня регистрации. Купил машину, был на ремонте, вовремя не поставил на учет. Вот записался на 29 число. Водители на автомобилях, не поставленных на учет, по статистике одни из самых опасных, поскольку они часто нарушают правила, зная, что штрафы с камер видеонаблюдения им не придут. Поставить машину на учет после покупки требуется в течение 10 дней. Однако многие не торопятся, продолжая ездить без регистрации. Если такого нарушителя поймают, то ему придется заплатить все штрафы, которые он собрал за этот переходный период. Зачастую водители пренебрегают правила дорожного движения, проезжают на красный сигнал светофора, выезжают на полосу встречного движения. Выясняем все обстоятельства, при необходимости связываемся с предыдущим владельцем, смотрим основания для управления транспортным средством, необязательно должен быть договор купли-продажи, и уже принимаем решение в соответствии с действиями законодательства. Штраф за управление незарегистрированным авто от 500 до 800 рублей. За повторное нарушение – 5000 рублей или лишение прав на срок от 1 до 3 месяцев. За время рейда удалось выявить 11 автомобилей, которые не были поставлены на учет вовремя. Такие рейды проведут и в других районах города. Андрей Горгуленко, Николай Сидоров. События. Далее коротко о других событиях этого дня. В Самаре будут судить целительницу, снимавшую порчу с пенсионеров. В отделы полиции по Кировскому и промышленному районам поступили заявления о фактах мошенничества, сообщает пресс-служба главного управления МВД по Самарской области. Пенсионеры 78 и 90 лет рассказали, что на улице к ним подошла женщина и представилась новым участковым врачом. Незнакомка сообщила о наличии у них порчи. Зашла в квартиры и похитила золотые украшения и серьги. Правоохранители задержали злоумышленницу. Ей оказалась ранее судимой за такое же преступление жительница Йошкар-Алы. Фигурантку дела будут судить по статье «Мошенничество». Глава региона Вячеслав Федорищев провел заседание штаба по вопросам контрактной военной службы. Участие в нем приняли члены областного правительства, главы городов и районов, представители правоохранительных и надзорных органов, а также военного комиссариата. Вячеслав Федорищев подчеркнул, что сейчас важно сосредоточиться на вопросах по обеспечению отбора на контрактную службу и поддержке тех, кто защищает страну. Также на заседание приняли решение выделить 10 миллионов рублей на лекарства для участников СВО, подлежащих увольнению с военной службы, но еще не уволенных. Напомним, в Самарской области единовременная выплата при заключении контракта о прохождении военной службы составляет миллион двести пять тысяч рублей. В Самаре 23 августа по адресу Ленинская 142 откроют муниципальную сельскохозяйственную ярмарку. Работать она будет по пятницам, субботам и воскресеньям с восьми до восемнадцати часов. Горожанам на муниципальных ярмарках предлагают приобрести мясо, рыбу, молочные продукты, фрукты, овощи, сухофрукты, орехи и многое другое. Благодаря широкому выбору, самарцы могут разнообразить свой рацион, пополнить запасы продуктов и открыть для себя новых производителей. Стало известно, почему россияне отказываются оставлять чаевые. Сорок процентов респондентов оставляют сотрудникам на чай из-за желания поблагодарить конкретного человека, а не компанию. Двадцать три процента опрошенных в целом не хотят создавать прецедент, когда работникам обязательно нужно оставлять чаевые. Еще двадцать процентов откажутся, если курьер или официант попросит о поощрении напрямую. Чаще всего россияне дают чаевые официантам, барменам, таксистам, мастерам маникюра, стилистам, а также грузчикам и носильщикам. Более сорока процентов опрошенных считают, что самый удобный способ оставить на чай – это специальная кнопка на сайте, в приложении или в личном кабинете. Двадцать пятого августа в день игры крыльев советов с командой из Нижнего Новгорода усилят работу общественного транспорта. В связи с капитальным ремонтом трамвайных путей по улице Новосадовой внесены изменения в работу трамвайных маршрутов. Трамваи 22, 24, 24К и 25 следуют от Барбошиной поляны. До улицы Нововокзальной можно добраться на трамвае номер пять. До Барбошиной поляны можно доехать на бесплатных заказных автобусах, которые следуют от торгового центра «Апельсин» до улицы Ташкентской с остановками. Трамваи 11 маршрута в выходной день традиционно проследуют к стадиону. Кроме того, дополнительно подадут низкопольный подвижной состав на трамвайном маршруте номер 22 для удобства маломобильных граждан. 2024 год объявлен в России годом семьи. Особое внимание на протяжении этого периода уделяют сохранению традиционных семейных ценностей, таких как любовь, верность, уважение, взаимопонимание и поддержка. Наши корреспонденты спросили у жителей Самары, о чем они любят говорить за семейным столом. Как прошел день, какие цели на будущее, какие планы дальнейшие, там, рост, развитие, куда стремимся? Обо всех сразу узнаем, что кто делает и что думает. Только так. Чаще всего это, да, то есть как прошел день, как у дочери были дела в саду, как там у меня тренировки прошли, потом всегда обсуждаем планы на будущее. Рассказываем, что за день случилось, звонят нам дети, внуки, обсуждаем, как у них дела, если надо, чем помочь. Ведем разговоры о проблемах, которые у нас имеются на сегодняшний день, о своих родных и близких людях, которые нас окружают. Всегда радуюсь, внучка всегда нам звонит, правом звонит, когда мы собираемся все вместе, они звонят им, как будто мы все вместе сидим и радуемся. И нам приятно, что мне приятно, что у нас такая семья дружная. В первую очередь о том, как прошел у каждого день и какие эмоции каждый из нас испытал за этот день. Стараемся говорить о хорошем, но не забывать о плохом, чтобы уметь относиться хорошо и адекватно к чему-то плохому, негативному. За ужином должны быть приятные разговоры. Как прошел день, что интересного произошло, какие-то семейные может быть вопросы возникающие в семье, обсуждаем. Что-то приятное в любом случае. В Самаре завершается летняя серия литературно-музыкальных концертов патриотического проекта «Едем на Донбасс». Творческие вечера для детей в оздоровительных лагерях проводят по инициативе представителей Городской Думы. Парламентарии сами выступают в качестве спикеров и артистов. На одной из таких встреч побывала съемочная группа телеканала «Самара ГИС». Председатель Городской Думы Самар Алексей Дегтев и его коллега Михаил Чудаков сами не раз бывали за ленточкой. Они не понаслышке знают обо всем, с чем приходит сталкиваться нашим военнослужащим в зоне СВО. Чтобы рассказывать подрастающему поколению о боевых подвигах российских солдат и офицеров, парламентарии создали литературно-музыкальный проект «Едем на Донбасс». Его главная цель – достучаться до юных сердец и рассказать детям правду о происходящем в стране и мире через призму стихов и песен. Если они сразу будут равняться на людей, которые на передовой воюют с фашизмом, проявляют чудеса героизма, то тогда и поколение это вырастет героическим. Каждый ребенок в рамках таких встреч может обратиться к российским военнослужащим лично и отправить бойцам весточку с теплыми словами издалека. Самое простое, что может сделать каждый ребенок – это написать письмо. Написать письмо солдату, где выразят слова благодарности. Литературно-музыкальный проект «Едем на Донбасс» продолжится в новом учебном году. Парламентарии – идейные вдохновители Сирии патриотических концертов уже готовят новые творческие номера для студентов и школьников. Анатолий Головков, Валерий Майоров, События. «Эхо Большая Волга» под таким названием открылась выставка «Воспоминания о поволжском изобразительном искусстве 60-х годов» в экспозиции работы куйбышевских художников периода «Оттепеля». В ту эпоху окунулась и наша съемочная группа. Подробности расскажет Елизавет Прокопенкова. Воспоминания о Куйбышеве в эпоху «Оттепеля». В музее Алабина открылась выставка картин «Эхо Большая Волга». Инициатор создания экспозиции – внук куйбышевского художника Виктора Полякова Георгий Калмыков. Рассказывает, многих живописцев той эпохи знал лично, когда был ребенком. Это были друзья дедушки. Воспоминания с детства и потолкнули Георгия к созданию выставки об искусстве Куйбышева 60-х. Картины собраны из разных музеев и частных коллекций. На создание экспозиции ушло полтора года. Мы начали посещать архивы, подняли огромный пласт информации и предложили заинтересованным лицам, то есть музеям, проведение этой самой иске. Мы планировали привлечь из других регионов, но решили пока ограничиться нашим Куйбышевским самарским регионом. Может быть, в дальнейшей перспективе и будет «Большая Волга», в которой будут выставлены те самые картины, которые были в 64-м году из других регионов. Экспозиция посвящена 60-летию уникального художественного проекта «Большая Волга». Тогда было представлено 858 произведений авторов со всех регионов Поволжья. Выставка оказала огромное влияние на индустриальный Куйбышев и стала мощным толчком для развития изобразительного искусства в городах на Волге. Это было беспрецедентное по масштабу, объему и по уровню профессиональному событие, которое привлекло массу людей в залы художественного музея и окружного дома офицеров. Это период, когда союз художников встал на ноги и смог организовать настолько масштабное, мощное событие, которое, в общем-то, было на уровне всей страны прозвучалось. Одна из представленных работ «Будущий космонавт» – картина, которая была на той самой «Большой Волге». У нее очень сложная судьба. Она путешествовала по разным музеям, в итоге оказалась на, так скажем, мусорной свалке в городе Новокуржске. Благодаря музейным работникам города Новокуржск она была сохранена, и вот сейчас мы можем увидеть ее. Окунуться в эпоху оттепели и перенестись в Куйбыши в 60-х можно до 8 сентября. Елизавета Прокопенкова, Николай Сидоров, События. Далее вас ждет обзор телеграм-каналов городской администрации и профильных ведомств. А вот о чем они сегодня писали на своих информационных площадках. Как не попасться на уловки интернет-мошенников, рассказывает администрация Самары в своем телеграм-канале «Вести с Дворянской». Информация о правилах безопасности размещена в карточках. Никому не сообщайте личные данные. Подключите уведомления об операциях на карте. Пользуйтесь антивирусами. Посещайте безопасные сайты. Не переходите по ссылкам от незнакомцев. Департамент опеки, попечительства и соцподдержки сообщает, что гостевой режим – это прекрасная возможность ближе познакомиться с ребенком перед оформлением опеки или усыновления. Гостевая семья, как правило, принимает ребенка на небольшой срок – от 1-2 дней до 1 месяца. Длительность периода конкретной сроки определяются организацией, где находится ребенок. Если у ребенка есть брат или сестра, то дети передаются вместе, за исключением случаев, когда по медицинским показаниям или по желанию самих детей это невозможно. Мнения и пожелания ребенка, в том числе периоды и сроки пребывания в гостевой семье, тоже всегда учитываются. А с 10 лет его согласие обязательно. Для оформления гостевого устройства необходимо положительное заключение органа опеки. Если вы хотите помочь детям, но пока не решили стать приемными родителями, у вас есть возможность стать для ребенка наставником и значимым взрослым. Администрация железнодорожного района Самары сообщает, что сейчас в Самаре проходит адресное информирование жителей. Это важная часть подготовки к выборам. Оно позволяет избирателям получить информацию о предстоящих событиях, уточнить интересующие детали и задать все необходимые вопросы. Важно, чтобы каждый из нас знал, какие выборы проводятся на территории Самарской области, когда, как и где можно проголосовать. Открывайте двери членам УИК. На этом наш выпуск подошел к концу. Продолжайте следить за новостями на официальном сайте Самары ГИС, в нашем телеграм-канале, на страничках в Одноклассниках и ВКонтакте. Выпуски новостей смотрите на видеохостингах и в социальных сетях. Будьте здоровы, всего вам самого доброго, хороших вам выходных. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин